Провести оперативное совещание По графику в понедельник радио Хабирову помешал неожиданный приезд Уполномоченного в Павловском федеральном округе Уполномоченного президентом смотрящего Игоря Комарова Хабиров на оперативном совещании вчера поспешил этот визит назвать радостным и долгожданным Однако всем известно, что окружной смотрящий приезжают в регионы Не иначе, как для назидания или какой-нибудь очередной взбучки Последний раз активность Игоря Комарова в Башкирии была замечена именно в момент кризиса на Куштау Так что Ради Фаридович, конечно, скорее всего, кривил душой Объяснив отложенность оперативки, Хабиров перешел к кадровому назначению В этот раз было о чем поговорить и начали с нового министра здравоохранения Безусловно, позиция очень важная, стратегическая Так вот, новым министром здравоохранения стал 35-летний вчерашний главврач 18-й больницы Айрат Рахматуллин Тут уже журналисты иронизировали на тему, что одного Рахматулина сменили на другого Рахматулина И что это была какая-то спецоперация Другой Рахматуллин потолще и посолиднее какое-то время побыл ИО Все привыкли к фамилии и вдруг поставили вот этого вот мальчика Еще журналисты, конечно, назвали всю вот эту операцию по назначению мэра Только что еще вылезшего из коротеньких штанишек И вот назначение теперь вот этого юного врача на должность министра здравоохранения Все это журналисты уже окрестили неким озеленением власти Но надо осторожно, конечно, относиться к назначению совсем уж молодых и неопытных кадров На такие существенные позиции, потому что, с одной стороны, да, конечно, дорогу молодым и бла-бла-бла Но опыт, как говорится, никто не отменял А тут, конечно, много вопросов Но Хабиров отдельный акцент сделал, представляя Рахматулина на то, что этот юноша уже где-то там постажировался в Москве И там было найдено понимание Ну, что бы ни значило вот это понимание, но, тем не менее, вот этот 35-летний доктор и кандидат в доктора медицинских наук Он, в общем-то, теперь у нас министр здравоохранения Насколько это будет адекватная замена за Белину, наверное, мы увидим в ближайшее время Однако, все мы понимаем, что самостоятельность системы здравоохранения в регионах практически сведена к нулю И, соответственно, тут только исполнительские функции Однако, даже координация и взаимодействие между другими органами власти и Министерством здравоохранения Это очень важная задача Справится ли с ней новый юный Рахматуллин, будем посмотреть Завершая вступительное слово к оперативному совещанию, которое, собственно, заняло практически половину времени самого совещания Хабиров заговорил о результатах переписи Первое и, собственно, единственное, что захотел нам презентовать Хабиров Это численность населения Республики Башкортостан По версии Радия Фаритовича, численность населения Республики на начало 2002 года составляет 4 миллиона девяносто одну тысячу Вот тут, позвольте, не согласиться, возмутиться и погрузиться в цифры Если в начале своей карьеры главы Республики Хабиров обещал увеличить население Республики Башкортостан до 4 миллионов 100 тысяч И у него ничего с этим не получилось Это не повод нам рассказывать сказки-байки и откровенно врать в камеру Вводить в заблуждение высокое начальство, да и, собственно, все население Республики Что нам теперь делать с официальными цифрами Росстата, которые выглядят следующим образом Население на начало 2018 года 4 миллиона 63 тысячи 2019 год 4 миллиона 51 тысячи минус 12 2020 год 4 миллиона 37 тысяч минус 14 2021 год пандемия началась минус 26 тысяч И население составило 4 миллиона 13 тысяч человек На начало 2022 года, по данным Росстата, население Республики Башкортостан составляет 4 миллиона и одну тысячу человек Откуда взялись эти 90 тысяч человек, которые так радуют Радио Фаритовича и так приближают его к обещанным 4 миллионам и 100 тысячам? Неизвестно Но нам известно, как бегал и шуршал Барданов в этих кругах, когда производилась перепись населения И, соответственно, видимо, вот это шуршание то ли документами, то ли купюрами, я не знаю Привело вот к такому вот результату Очевидно, что в 2022 году население Республики Башкортостан опустится ниже 4 миллионов человек А Уфа рискует потерять статус миллионного города Вот это правда Все остальное, Радио Фаритович, наглое вранье Ну и завершая обзор вступительного слова Хабирова Отмечу, что практически все время Радио Фаритович очень заметным образом вибрировал Кресло под ним ходило ходуном Не знаю, в чем здесь дело То ли вот это вот вранье, которое он транслировал по поводу населения Республики Его каким-то образом беспокоило То ли он заразился вот этим синдромом беспокойных ног у Владимира Владимировича Я не знаю, но Радио Фаритовича трясло А кресло под ним играло прямо заметно невооруженным глазом Переходя к штатной повестке совещания Поговорили о ситуации с COVID-19 Очевидно, всем тема надоела, но куда деваться Новый министр Айрат Разифович Рахматуллин Доложил о том, что общая численность заболевших в республике за все время пандемии Приближается к 300 тысячам человек Лечится на данный момент всего 114 человек в больницах В резерве у него есть 595 коек Снижается заболеваемость за месяц аж на 72% При этом за неделю заболеваемость выросла на 18% Ну, типичный для сегодняшней России отрицательный рост падения Как говорится, очевидно, власти не знают, что теперь делать И каким образом позиционировать эту пандемию Которая надоела и им самим И бороться с ней нет ни сил, ни желания, ни средств А повестка вся забита Украиной и вот этими всеми нашими суперпобедами В общем, конечно, ковидная тема очевидным образом уходит на второй план И я не удивлюсь, если мы перестанем слышать о ней на грядущих оперативных совещаниях Вторым номером теперь у нас традиционно идет Прочаковская С ее предположениями об общественном мнении Иначе я это не называю Потому что, ну, назвать научными Вот те выжимки, которые дает Елена Анатольевна Конечно, категорически нельзя Дает она некую картинку, которую они сами себе рисуют Выглядит она следующим образом По мнению Прочаковской на этой неделе Социальное обслуживание и выплаты все еще стоят на первом месте И рост запросов на эту тему составил 20% Судя по всему, мадам Иванова так и не справилась с задачей по выплатам путинских денег И скоро мамочки придут с виллами, по-моему, на Советскую площадь Требовать свои 10 тысяч, которые им пожаловал Путин На втором месте население Республики Башкортостан беспокоится о дорогах На третьем благоустройство На четвертом ЖКХ безопасность На пятом месте образование поднялось на шестое место Здесь Прочаковская объясняет этот резкий скачок интереса к образованию Тем, что граждане, дескать, недовольны тем, что им нельзя попасть на выпускные их детей Все остальное образование их, безусловно, устраивает Вот на выпускные никак не сходить Ковидные ограничения Радий Фаритович прервал выступление Прочаковской И пожаловал, как говорится, послабление Тут же на месте повелел отменить вот эти все ограничения По нахождению родителей на выпускных вечерах И теперь выпускные в детских садах, школах и высших учебных заведениях Превратятся в многочисленные и многолюдные мероприятия Далее, вслед за образованием Прочаковская утверждает Что на седьмом месте по заинтересованности у населения республики здравоохранения и медицины На восьмом мусор, свалки и ТКО Общественный транспорт только на девятом месте И на десятом месте строительство и архитектура Что в переводе на русский язык означает вопросы обманутых дольщиков Вот тут я тоже не соглашусь Я думаю, что в ближайшее время республика Башкортостан ждет взрыв недовольства обиженными и обманутыми дольщиками Потому что ситуация по сути все еще не двигается с мертвой точки Многие конфликтные вопросы усугубляются И кроме всего прочего, новый мэр То ли сам, то ли с чьей-то подачей По-моему, начинает генерировать новые точки напряжения в области долевого строительства Но это мы узнаем буквально в ближайшее время Третьим вопросом идет, как обычно, вопрос о состоянии дорог, ЖКХ и чрезвычайных ситуациях Отмечу, что почему-то вместо господина Булышева О состоянии дорог докладывал исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного строительства Руслан Ринатович Гарипов Не знаю, с чем это связано Возможно, Булышев просто в отпуске А возможно, он отправлен заниматься дорогами Илишевского района Помните, да, в прошлый раз мы разоблачили наглое вранье господина Булышева О том, что 100% дорог в Илишевском районе приведены в порядок Так вот, как выяснилось, не 100% Я очень надеюсь на то, что Булышев отправлен махать лопатой и укладывать асфальт в Илишевский район А на его место пришел опять-таки молодой зелененький Руслан Ринатович Гарипов Так вот, Руслан Ринатович поведал нам о том, что за минувшую неделю В общем-то, по части безопасности дорожного движения все без изменений 115 человек с начала года погибло на дорогах республики И это на 20% меньше, чем в прошлом году 5110 человек задержаны за 5 месяцев пьяными за рулем Это очень много, по 1000 человек в день Это, конечно, примерно показатель прошлого года Потому что в прошлом году было около 12 тысяч человек за год задержанных Далее перешли к ямочному ремонту Но тут Руслан Ринатович не смог преодолеть традиционную стилистику своего начальства И вывалил на нас опять очередную порцию какой-то абсолютной билиберды В частности, он заявил, что оцифровано у него 79 800 ям на дорогах регионального значения Из которых 71 800 уже, соответственно, отремонтировано То есть 90% дорог регионального значения приведены в идеальное состояние На дорогах местного значения дела обстоят похуже Там выявлено 44 800 ям и 24 900 из них отремонтированы Что составляет 56% Тоже, честно говоря, на региональных дорогах там вообще просто адский ад творится Вот эти фотографии, которые мы вам показывали на прошлый раз Ну, собственно, у Минтранса и Дорожного строительства Осталось ровно две недели на то, чтобы полностью ликвидировать все вот эти вот ямки и дефекты на дорогах 15 июня эти работы должны быть завершены Более того, должна быть нанесена и разметка Что делать до сих пор так и не начали Игорь Рипов И примкнувший к нему тут же хором Мавлиев Слезно заверили дорогого Радиофаритовича Что они очень-очень, ну, очень хотели нанести эту разметку на дороге республики Но им помешали коварные природные условия Дожди, холода Ну, в общем, короче, вот эти два юноша, Игорь Рипов и Мавлиев Прям клятвенно обещали, что прямо сейчас срочно вот побегут Схватят зубы кисточки и начнут разрисовывать белыми красками дороги республики Не знаю, насколько это получится Если честно, ощущение того, что мы не получим в этом году полноценной разметки Все-таки все более и более становится реальностью Мы не знаем, поверил ли Хабиров Мавлиеву и Гарипову Но, выслушав доклад о дорогах, он почему-то заговорил о праздниках Напомнил своим коллегам о том, что в этом году Сабантуи должны быть пышными, многолюдными Такими буйными, шикарными Потому что, по мнению Хабирова, народ очень устал и хочет праздника Но вот это ощущение, вот это вот превращение народа в идиота Который все время хочет только праздника Оно, честно говоря, немножко уже притомило Радий Фаритович, если вам вот только праздника и хочется Ну, вы, пожалуйста, не ассоциируйте все население республики именно с собой Ну, празднуйте у себя там на даче У вас замечательные условия Там мангал, у вас там для плова из зоны Приедут к вам друзья, товарищи Пойте, пляшите Честно говоря, это будет меньшим уроном, чем вот эти бесконечные Сабантуи, которые вы устраиваете зимой, летом, днем, ночью По поводу и без по всей республике Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос о состоянии развития санаторно-курортной сферы И санаторно-курортных учреждений республики Башкортостан Примечательно, что доклад делал не министр здравоохранения Не руководство санаторно-курортной отрасли А министр земельных и имущественных отношений Полянская Наталья Юрьевна Ну, судя по тому, что освещение вот этого специфического Почти медицинского вопроса Доверили специалисту по собственности А не по медицине Ну, тут, скорее всего, идет речь не о развитии А о грядущей приватизации Либо об оценке ее целесообразности Всегда было известно, что санаторно-курортная сфера республики Башкортостан Это лакомый кусок Еще Хамитов и его сотоварищи, особенно его супруга Очень так хищно смотрели в сторону этих санаторно-курортных комплексов Вечно устраивали туда своих директоров и всяких замов-директоров В том числе охранников своих там устраивали На работу в эти санаторно-курортные учреждения В общем, было такое пристальное внимание С очевидным прицелом на приватизацию Потому что уж больно жирные, больно уж лакомые куски эти санатории И, собственно, это нам и подтвердила Наталья Юрьевна в этот раз Она рассказала нам, что всего в республике Башкортостан 31 санаторно-курортное учреждение Это действительно немало 9 из них это собственность республики Башкортостан Причем 9 это крупнейшие, лучшие санатории Включая жемчужину этого бизнеса Янгантау В общей сложности в Башкирии 3400 мест В санаторно-курортных учреждениях Которые работают круглогодично Из них 700 мест это то самое Янгантау Самый большой курорт у нас Входит он в топ-5 по Российской Федерации По утверждениям госпожи Полянской И при этом все наши санатории ходят в топ-100 В Российской Федерации Честно говоря, вот этого я не знал Интересные цифры рассказала нам мадам Полянская О выручке и вообще о финансовых показателях Санаториев и курортов В 2019 году выручка этой отрасли составила 3,5 миллиарда рублей В 2020 несколько упало до 3,4 Ну понятно, ковид И в 2021 году опять выросла до 3,7 миллиарда рублей Показав рост в 6% Чистая прибыль в 2021 году составила 133 миллиарда рублей Мадам Полянская с гневом отвергла слухи И информацию о том, что башкирские санатории Чрезвычайно дороги Она заявила, что средняя цена Койко-место в башкирских санаториях Составляет 3400 рублей Вот тут, честно говоря, я сам опешал Я слышал о ценах и в Красноусольском И уж тем более в Янгантау Цифры эти абсолютно запредельные Они превышают время пребывания На турецких курортах в несколько раз иногда С учетом того, что еще и перелет не нужен Ну в общем, вот так И тут Полянская, значит, заявляет, что это не так Она заявила, что рост цен на услуги за два года составил 12% Вот тут, простите, не складушки А если рост выручки у вас за два года составил не более 8% При этом рост цен на услуги 12% То речь идет, видимо, о снижении заполняемости Ну, то есть по-другому это уравнение не решается Ну, не знаю В общем, немножко тут Полянская лажанула в конце Но в целом ее доклад был очень таким мажорным Перевести его можно было на русский язык так Что, в принципе, вещь нужная И можно присматриваться и пытаться нарисовать схемки По приватизации курортов Ну, посмотрим Кроме всего прочего, Полянская отметила, что на антисанкционную поддержку Зачем там антисанкционная поддержка, непонятно Курортам и санаториям выделено 12,5 миллионов рублей И, кроме всего прочего, на обсервации во время ковида На обсервации работников всяких нефтяных компаний Наши санатории заработали аж 667 миллионов рублей Это вполне себе приличная сумма Ну, в общем, Хабиров, выслушав Полянскую, прям очень благодарил всех Радовался, прям отмечает, что это очень классная вещь И даже пообещал денег дать, но осенью, и может быть Очень осторожно сейчас Ради Фаридович говорит про деньги Завершили оперативное совещание вопросом о достижениях реализации программы капитального ремонта и благоустройства придомовых территорий Вообще, вся оперативка была такая мажорно радостная Везде успехи, везде достижения Ради Фаридович улучился оптимизмом Это, конечно, странно Особенно на фоне участившихся слухов о его ближайшей отставке Ну да ладно, вернемся к долгожданному Алана Викторовичу Морзаев вернулся из отпуска Загорелый, спелый, такой раздавшийся в плечах Хабиров даже пошучивал там чего-то про Осетию Ну ладно Капремонт в этом году у нас вполне себе такой кассовый Ну, начнем с того, что почти 7 миллиардов рублей в общей сложности на все три проекта у Морзаева в кармане плещутся Но вернемся к капитальному ремонту 766 многоквартирных домов в этом году попали в программу капитального ремонта И на это будет истрачено 5,5 миллиардов рублей В том числе 400 миллионов будут выделены Сидякину Нет, не Сидякину, я оговорился Будут выделены на 256 лифтов, которые купят взамену тех, которые уже отработали свой срок службы 58% домов охвачены капремонтом, как выразился Морзаев В 214 домах уже капремонт завершился В целом программу капитального ремонта Морзаев планирует завершить до конца 2022 года По ремонту подъездов 896 подъездов будут ремонтироваться в 304 многоквартирных домах И это почти полмиллиарда рублей 61% работ уже начаты, 104 подъезда уже отремонтированы Чудеса, лето не началось, уже работа заканчивается И работы Морзаев планирует завершить к 1 октября 2022 года Несколько хуже все обстоит с башкирскими двориками Пара дюжин дворовых территорий так и не начали ремонтировать Их с 200 по плану На все это выделено почти миллиард рублей И это в среднем 5 миллионов рублей на двор Это немало Проблема с реализацией башкирских двориков заключена в том, что, судя по всему, как мне кажется Сметы были составлены в прошлом году И резкое подорожание строиматериалов, конечно, не позволяет многим подрядчикам свои задачи реализовать Ну, как-то там Морзаев пытается все это оптимизировать Что-то как-то сделать, договориться, но не знаю Кроме всего прочего, он рапортовал о том, что в рамках вот этого всего Появляется 165 спортивных и детских площадок дополнительных И почти 4,5 тысячи новых парковочных мест Звучит, кажется, все это дико оптимистично Посмотрим, как это получится Насколько граждане будут довольны вот этим всем Напомню, что 7 миллиардов бюджетных денег бабахнуты вот в это все вот великолепие Кроме всего прочего, Алан Викторович отчитался о своих успехах взаимодействия с населением Электронного взаимодействия Речь идет о том, что в этом году была предпринята попытка вовлечь граждан Через систему госуслуг в голосование за выбор той или иной территории Под благоустройство в своем муниципалитете По словам Морзаева, проголосовало, поучаствовало вот в этой акции Аж 550 тысяч жителей республики То есть получается, что каждый восьмой житель Участвовал вот в этом проекте Алана Викторовича Но, честно говоря, не верится Не верят и башкирские СМИ Вот в эти цифры Они утверждают Ну, в частности, вот МКС Это очень развернуто утверждает Что нормативы по вот этому голосованию Были не выполнены практически нигде Всего республика вдвое Уменьшила Требуемые цифры То есть Только половину, 50% достигли норматива В частности, Уфа попала в тройку лидеров антирейтинга И здесь проголосовало только 1,2% от норматива То есть здесь полный провал Ну, собственно, например, в Баймакском районе Нужно было набрать 8,5 тысяч участников А получили только 1600 человек Ну, в Уфе чуть лучше Ну, все равно так же плохо В Чешминском районе, например, удалось набрать 2100 голосов А должно было быть 8400 Ну и так далее То есть тут, конечно Честно говоря, Алан Викторович Как-то немножко вводит нас в заблуждение Либо самого его там тоже где-то обманули Никаких вот этих вот рекордов И лучших показателей по России Естественно, достигнуто не было Ну, посмотрим, как это так могло получиться Цифры говорят обратно В поддержку Морзаева неожиданно выступил бывший активист ЖКХ А ныне награжденный мандатом депутата Госсобрания 70-летний Анатолий Дубовский Который, скрипя голосом, сообщил, что граждане республики И он тоже со слезами благодарности к партии и правительству Относится к работе Алана Викторовича области ЖКХ А также господин Дубовский рассказал о том, как соскучились граждане республики По личным встречам с ним, конечно же Ну и с кем-нибудь еще из сотрудников Министерства жилищно-коммунального хозяйства Я не знаю, что вызвало такое умиление и восторг господина Дубовского Может быть засиделся, просто застоялся, как говорится, соскучился Не знаю, ну почему ему кажется, что граждане без вилл готовы идти к нему навстречу Как к депутату Госсобрания, я до конца не понимаю Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под нашими видео Я уже много раз говорил о том, что это очень важно для продвижения нашего канала и видео Для вас это бесплатно и быстро, только один клик мышкой А для нас это очень важно Также каналу можно помогать материально Мы в каждом выпуске и под каждым выпуском размещаем реквизиты карты На которые можно отправлять денежные средства с обязательной пометкой пожертвования Также мы просим и хотим, чтобы вы комментировали наше видео Если у вас есть что сказать или что спросить Кстати говоря, в ближайшее воскресенье у нас очередной 60-й стрим открытой политики Где я охотно отвечу на все ваши вопросы Которые вы присылаете, как правило, в комментариях под нашими видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!